My dear friends, subscribe please to my channel. Thank you! В общем, еще раз спасибо всем, кто подписан, а мы начинаем. А спонсор сегодняшнего показа канал Champions Games. Это канал о суровой мужской работе, о тяжелых буднях и о дорогах. Ну и, конечно же, о тяжелых машинах. Нет, здесь вы не увидите сопливые сказки о дорожной романтике. Только реалии, только настоящая жизнь дальнобоя без приукрашенных сцен. Если хочешь увидеть реальность, ну или просто заценить этот замечательный канал, то переходи по ссылке в описании. Здесь ты найдешь много интересного, техноблоги, разные мысли и многое другое. Не тяни кота за хвост, переходи и подписывайся. Ссылка в описании. С недавних пор фрики стали довольно-таки популярными. Не знаю, как вы, а я считаю, что этому способствует наш с вами любимый Инстаграм. Ведь эта социальная сеть буквально создана для того, чтобы подчеркивать акцент на внешности и судить людей исключительно по красоте. Настоящая обитель потреблятства, я бы сказал. Ну вот сами посудите. Всякие фитнес-тренеры, раскрашенные, размалеванные инсташлюхи, всякие фитоняшки и прочая лабуда, прочая потреблятская дрянь популярна исключительно в Инстаграме. Вся эта шушера больше нигде не имеет такой популярности, кроме как в этой социальной сети. Потому что именно там вся эта пластмассовая дресня ценится как нигде более. Инстаграму похуй, какие у тебя достижения. Умный ты или талантливый. Инстаграму главное, чтобы ты был красивый. Думаю, вы понимаете, да, что я никогда не смогу добиться успеха в Инстаграме. Потому что красота, это ну вот прям ни разу не про меня. Я вообще до сих пор не понимаю, чем меня таким боженька наградил, что я таким уродом родился. Все еще жду скрытый талант, который пока еще не раскрылся. Так что всякого рода фрики имеют популярность в таких вот Инстаграмах. Потому что, повторюсь, аудитории Инсты похуй на твои умения и таланты. Им главная твоя внешность. Кстати, о достижениях. Вот если вы посмотрите на всех этих фриков, то вы очень быстро поймете, что кроме как своей вызывающей внешности, в своей жизни они больше ничего не добились. Как пример, возьмем того же Кирилла Терешина, чьи руки были так популярны в 2017 году. Сейчас его популярность свелась к нулю во всем Интернете, за исключением Инстаграма. Там он до сих пор имеет успех и много подписчиков. Хотя, если мы посмотрим на то, как он разговаривает... Ну и, конечно же, стоит заценить его уровень шуток и в целом поведение. И мы сразу с вами увидим, что парень этот довольно недалекий. В прошедшие дни я увидел много негативных комментариев в мою сторону. Я хочу сказать, те люди, которые пишут негативные комментарии в мою сторону, это те люди, которые не могут выйти за пределы, как и другие люди. Но как же получить популярность, если ты нихуя в этой жизни не умеешь? Правильно. Сделать со своим телом какую-нибудь лютую херню, которую ни один здравомыслящий человек со своим телом не будет делать никогда. Дабы хоть как-то привлечь внимание к своей жалкой персоне. И такие сети, как Инстаграм, это обязательно оценят. Людям ведь всегда интересно было смотреть на уродов. Вспомните, например, как в древности всяких уродцев закрывали в клетки и возили по городам, демонстрируя их за деньги всем желающим. Так что это вполне нормальная практика, которая идет к нам с незапамятных времен. Вот как этот самый Кирилл Терешин может самоутвердиться, самореализоваться или как-то самовыразиться, учитывая, что кроме рук базук у него в жизни больше нихера нет никаких навыков, умений или знаний. Учитывая его интеллект, он вряд ли смог бы нарисовать картину или написать симфонию. Вот и остается ему качать всякое дерьмо в свое тело, чтобы привлечь внимание зрителя, потому как другими навыками он похвастаться не может. И вы будете смеяться, но большинство фриков, так же как и Кирюша, никаких навыков и умений в жизни не имеют. Весь их талант сводится к тому, чтобы сделать над своим телом какую-нибудь лютую херню. Более того, фриковатая внешность приносит куда большую популярность, чем талант. Вот, например, Гоген Солнцев, известен своей вызывающей внешностью и мемом про адвоката. АДВОКАТ! Благодаря этой фразе он очень быстро стал знаменит. И мало кто знает, что у этого чувака свой театр ужасов, ведь он не приносит должной популярности. Да и никто, собственно, про этот театр ужасов и не знал, пока Гоген не показался на званом ужине и не позвал адвоката на «Пусть говорят». АДВОКАТ! Ну или известный всем Джигурда. Ееееееее! Еееееее! Еееееее! Бля, рыбу пой... Я надеюсь, я поймал кого-нибудь в своей сети и подарил вам и спиннинг, и удочку, и сети, блядь, чтобы сами ловили рыбу! Огромный, рыжий, увешанный всякими побрякушками, самый настоящий фрик. Ибо все, чем он может похвастаться, это образ. И не был наш Никита так популярен, пока снимался в кино и даже в клипе у Михаила Круга. А как только стал одеваться вызывающе, орать и создавать скандалы, так сразу же стал популярным. Потому что людям нужны зрелища. И фрики это зрелище, как ничто другое, дают им сполна. До появления инстаграма фрики были не так уж сильно и популярны. Например, мало кто уже вспомнит московского панка по кличке Чирик, а ведь это, по сути, первый тату-фрик в России. Так сказать, забил ебальник до того, как это стало меймстримом. Фриками становятся исключительно для того, чтобы привлечь к своей персоне внимание окружающих. Но вот смотрите, вы не обращали внимания, почему все субкультуры, как правило, в основном состоят из малолеток? Потому что в период становления личности подросток постоянно пытается привлечь к себе внимание. Недостаток этого самого внимания рождает в нем неожиданные образы. Отсюда и берутся малолетние хуишко-тян, заперсованные шкуры, говнари и прочая нечисть. Потому как нам известно, что недостаток внимания в первую очередь всегда испытывают подростки. Затем пубертатный период проходит, и желание постоянно быть в центре всех событий постепенно угасает. И человек живет размеренной жизнью до тех пор, пока не начнется кризис среднего возраста. Можно бесконечно говорить о том, что все это стиль жизни, что это самовыражение, что уродство на теле имеет некий скрытый смысл, и что все это делается для себя. Но если говорить честно, то нужно признать, что все это делается для того, чтобы привлечь к себе внимание. Я вот, например, татуировки набил, когда мне было еще лет 17. Да, не спорю, я вкладывал в них какой-то свой там суперский смысл, но суть в том, что все-таки мне стоит признать, что в первую очередь я это делал со своими руками только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Я вообще нахожу татуировки довольно красивыми и считаю, что люди с татуировками довольно привлекательны. Но нельзя отрицать тот факт, что все они делаются для того, чтобы привлечь к себе внимание. И кто бы что ни говорил, сколько бы вы камней ни кидали в меня все оправдания, что все эксперименты над своим телом делаются для каких-то духовных реализаций, все попытки оправдать этот будут только подчеркивать тот факт, что большинство фриков никогда не захотят признать то, что в своей жизни они больше ничем не могут привлечь общество к своей персоне, кроме как необычная внешность. Но people have it, как говорил один знаменитый человек. И сегодня того же Кирюшу приглашают в качалки для рекламы, и он пользуется популярностью, потому что людям это интересно. Весь 2017 год аудитория Рунета с нетерпением ждала, когда этому балбесу ампутируют руки, потому что это ебать как интересно. А после ампутации он был бы еще более популярным. И всем было бы наплевать, что за привлекательной оберткой скрывается вакуум. Конечно, в качестве шоу фрики довольно неплохой инструмент. Взять ту же группу Рамштайн, кто бы сколько ни поливал их говном за простую музыку или примитивные тексты, каждый их концерт это настоящее шоу. Эффектное и захватывающее, а фриковатый в клипах как ничто другое придает антураже композициям. Так что фрики это не так уж и плохо, не подумайте, что я против того, чтобы люди творили со своим телом всякую фигню. Я вообще считаю, что каждый из нас имеет право делать со своим телом все, что он захочет. И никто не вправе вас останавливать, разве что только иногда к рекомендациям врача все-таки стоит прислушиваться. В остальном же ничего плохого в этом нет, и пусть все это делается для привлечения внимания к своей персоне, все равно местами это бывает эффектно и красиво. Ну а на этой славной ноте на сегодня я, пожалуй, и закончу. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А также не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, там вы найдете анонсы всех предстоящих стримов, новости с моего канала и с канала блогеров с моей тусовки. Также не забывайте подписываться на лайв-канал, потому что там регулярно проходят стримы с Жирным, и вообще там публикуется эксклюзивный контент для истинных соколиков. Поэтому тыкай вот на эту рожу, чтобы подписаться на мой канал, а также тыкай вот на эту рожу, чтобы подписаться на мой лайв-канал. И вот сюда тыкнуть тоже не забудь. На этом у меня все, спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме выходные, пока. Субтитры сделал DimaTorzok